здравствуйте друзья добрый день приветствую вас это михаил абсолютно рандомный человек сегодня у нас в передаче мы почитаем нашу районку он он из города с крупного и никогда в деревне наверно не был никогда не читал районок ну кстати был в одной деревне хрыса белозерские очень интересная хрыса да прям увидел бусликов там в этом году это было хорошо надеюсь тебе понравится то что ты прочтешь и в конце концов приедешь к нам потом наш поселок жить шить работать и тому подобное хорошо 3 10 вот первая новость которую мы почитаем это беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузе сразу вопрос ты одаренный человек ну я как человек который когда-то даже был бы рейсэме знаю что такое у нас одаренная молодежь у нас на самом деле в основном одаренный молодежь это не тот кто действительно человек талантливый кто умеет критично мыслить зачастую это самые отъявленные лизуны в браэсэме и люди которые умеют подмазаться нужным людям либо это сыновья дочеря определенных людей они то есть в итоге все эти льготы забирают на самом деле зачастую не талантливая молодежь а люди которые по связям по блату поэтому я считаю что очень много таких вот льгот как налоговых так и образовательных они в беларуси не работают как бы того хотелось на самом деле вот если говорить в целом системе образования так как я очень близок этой сфере я бы хотел высказаться по поводу того что система которая еще осталась советского союза и которая возможно была актуальна тогда она учила людей быть винтиками системы и до сих пор даже в ментальности наших учителей и начиная от детского садика воспитателей заканчивая учителями вузов есть проблема в том что они привыкли подавлять и относиться к тебе как к будущему рабу который должен сначала тебе учителю подчиняться а потом уже подчиняться всю жизнь по политикам ментам в принципе всем людям в погонах кто имеет хоть немножко власти вот поэтому мне кажется в систему образования в целом надо преобразовывать начиная с детского сада где будет поощряться в первую очередь творческое самостоятельное мышление нежели банальное послушание зазубривание материала и дело делание вида что ты правильный хороший хороший мальчик или хорошая девочка поэтому в принципе вся вся суть образования у нас немножечко ну не совсем правильная как я считаю плюс ну лучшие годы нашей жизни нас заставляют вот самые активные энергии вот ты ребенок тебе там 5-10 лет и ты обязан сидеть минимум полдня когда у тебя извиняюсь шило в жопе и это естественно вот когда ты должен бегать прыгать развиваться получать различные навыки пробовать себя в разных творческих направлениях а тебя заставляют сидеть писать буковки хотя на самом деле все гораздо можно ярче быстрее интереснее творчески сделать поэтому я надеюсь среди нас есть слушатели которые являются учителями которые являются творческими людьми не забывайте что вы можете стать теми кто придумываю придумает новую систему образования и будет ее проводить дальше в нашей стране вот и наговорил много всего много сюда а как думаешь что простым белорусам надо вот твою вот это вот вот твои вот это предложение твое видение вот это скорее я сейчас понимаю что я немножечко обращался к узкому кругу людей которые также как я у них есть какая-то боль за наше образование а я считаю что в наше будущее она в наших детях и действительно то как сейчас будут обучаться современные дети которым сейчас там вот примерно 6 8 лет как ним будут относиться учителя как будет заложено в них направление x их развития так и будет мы будем в этом будущем жить который будет уже они строить поэтому тема образования архиважное считаю на данные то поэтому тем кому это интересно просто я предложил задуматься вот кому интересно именно это направление вот насчет детей так тут человек который называет себя президентом посетил гомель гомель что там сельмаш или что там он посетил предприятие гомеля короче короче и на нем он вроде где-то как-то я слышал сказал что надо рожать больше о демографии вот он начал больше сказал что надо больше рожать потому что не будет рабочих неком будет работать по моему это так интересно тема демографии в современном мире я предполагаю что пока что наш президент он его нужен называешь наш президент прошу прощения давайте так наш нелегитимный условный их их придать их президент до в кавычках считает что подносится до сих пор из к стране с точки зрения бизнеса и корпорации то есть чем больше людей тем соответственно больше налогов тем больше рабской силы вот но если посмотреть в будущее то мы можем увидеть как с каждым годом путем развития технологий рабочих мест действительно становится все меньше и меньше и все профессии из разряда токарь водитель скоро будут уже не актуальны все это будут делать новые технологии роботы я думаю через лет 10-15 очень многие профессии пропадут извини я тебе по ремарку сделаю это во всем виноватый ламаск вот он враг нашей промышленности сейчас некому будет работать будут работать роботы и ракеты сами летать да но в этом направлении есть такой момент что это к не обратила чтобы мы об этом не думали хорошо ли плохо относились поэтому стоит сделать как сказать внимание обратить на творческие профессии которые всегда будут актуальны единственное что нас отличает от животных и от роботов это наше творческое мышление и если мы и все профессии где нужно будет как-то творческий и нестандартный подход иметь все эти профессии будет очень актуальна и рожать огромное количество детей как в советском союзе на рожайте детей которые будут потом у нас в колхозе работать и воевать для войны рожайте а ну в война тоже уже не актуально в наше время горячая война да уже скоро тоже будут заменены солдаты на дронов различных в играх компьютерных будет война да 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 будут сидеть за компьютером геймеры и летать в дронах в реальности поэтому я думаю что вопрос рождения детей он уже немножечко другой с абсолютно я думаю нужно подходить об этом с точки зрения личность личностного состояния если ты состоявшийся в жизни человек любишь себя любишь свою жену уже тогда у тебя все хорошо материально тогда можно думать уже рождение детей а в наше время когда ты работаешь где-то за копейки и в условиях сейчас революции особенно неизвестно что сейчас будет надо сначала состояться найти свое место в этой жизни а потом уже думать об этом это но это уже не такой личностный подход к этому надо скинуть сначала батьку который всем отчима который всем уже согласен да вот и потом в целом сейчас я считаю уникальным момент в истории когда вот все это старое все это старое мышление и наш бывший президент яркое олицетворение их и да ну бывший их наш бывший их президент и прям вот очень ярко показывает все это вот старая советская уже отжившая то есть он по сути мертвый президент во всех смыслах и с точки зрения ментальности мировоззрения старых каких-то устоев все сейчас меняется и все эти сейчас реформы псевдо реформы все так такой очень слабый косметический ремонт который уже не спасет забитую экономику уже в 90-х не по сути не реформирующиеся поэтому я считаю сейчас в целом нужно думать о масштабных переменах нежели каких-то вот этих мелких реформах которые ничего в целом не решают рудобельская показу мне сказать нечего если вам друзья есть что сказать напишите в комментариях умный собеседник попал благодарю взаимно да пишите свои кстати отзывы предложения возможно потому что я тоже не далеко не гений и не могу просмотреть всех вероятностей поэтому предлагаете свои варианты что можно создавать свои какие-то инициативы потому что все час инициативы которые вы придумаете организуйте какой-нибудь сбор на краунфандинге за свою интересную идею об образовании например все это в будущем очень пригодится ты наивная ты наивный ты на это тебе тут видно все легко говорить про это там люди не могут в магазин выйти паспорт надо показывать пройти я понимаю ну а что ты хочешь от них они это самое что что белорусы должны решать своей жизни за них всегда решал начальник а теперь ты говоришь становись самостоятельными это страшно как это даже почему это ну по сути же мы сейчас видим первые такие яркие массовые проблески самосознания когда белорусы организовывают дворовые сходки самостоятельно когда белорусы сам организуются во время митингов и на самом деле кто-то думает что есть какие-то кукловоды которые людей вызывают запрещенных митингов до запрещенных митингов якобы кто-то всех собирает и конечно я считаю что люди наконец-то почувствовали какое-то единство и почувствовали свою ответственность за то что они могут что-то решать и поэтому сейчас вот это вот вот эта перестройка когда люди взяли ответственность а власть не хочет чтобы люди становились самостоятельными ответственными в этом часы есть конфликт в первую очередь революция она совершается в головах когда каждый возьмет ответственность в первую за себя а в итоге все это коллективная ответственность она очень серьезные вещи творит и этому мы сейчас учимся данный момент слушай вот насчет самоорганизации и самостоятельности пожалуйста участники автопробега за единую беларусь посетили жирович и посадили аллею фруктовых деревьев можно гордиться людьми я считаю что да то есть многие могут подумать что это что-то ну не супер важное несущественное но считаю с мелочей строится огромные проекты с маленьких шаг шагов и даже да даже если вы куда-то съездите сделайте что-то хорошее построить вот не знаю сделать например вот такой аллеи фруктовых деревьев построить детскую площадку сделать да сделать неформально памятник бондаренко никто же за это не платил и не просил это же лукашенко они садят и агитируют никто не вопрос в том что эти люди сделали ли они это сами то есть если их попросили а скорее всего их попросили постоять с этими флагами и сфотографироваться на фоне вот этих вот что мы такие молодцы там червона зеленые сделали такое классное дело тут очень видна показуха все эти флаги на машинах обычные люди когда собираются они же с удовольствием едут сами без всяких флагов и не представляет самим нельзя смотри да mercedes да красно-зеленая так почему не белаз не масс почему вот они по 3 патриоты на мерседесах есть фух ну тут сейчас а кукловоды которые mercedes эти делают они хотят нас захватить и поработить вот что-то мы сейчас немножко перешли на тонкую грань в плане я к сожалению понимаю адекватно что например в наше правительство и за многие года например не смогло и было неспособно сделать например производства каких-нибудь качественных автомобилей сама к сожалению поэтому если вы сейчас в условиях рынках человека зарабатывает и покупать себе европейскую машину то можно как бы с сожалением понять что у нас нихрена нету у самих то есть ничего такого современного есть у нас и символика государства у нас есть только вот иди идеология которая якобы мне кажется она уже сейчас пришло поколение которым абсолютно плевать на идеологию то что плевать до жопы абсолютно да просто даже я бы просто пытался помягче сказать что всем слово у нас передачи а уже года можно отлично вот в общем всем было до до задницы уже особенно молодежи уже только наверно отдельные очень старики могут верить во всю эту бт-шную идеологию это не все далеко не все уже по минску если посмотреть вот поэтому сейчас уже идет вопрос о том что в том что уже решает сейчас рынок и уже рыночные отношения пришли и я считаю что самое интересное чем мы можем учиться это качественным рыночным отношением это запад западная цивилизация прекрасно научилась создавать денежные рыночные отношения но каким-то возможно духовным вещам все-таки с востока то есть вот духовность пожалуйста ну духу духов православия да но я если конкретно брать там bpc или rpc это у нас все-таки бизнес то есть мне кажется нет только что говорил за рыночные отношения а тут не нравится что рыночные отношения в церкви есть а так я же говорю про абсолютно разные вещи если есть церковь есть религия а есть личные отношения с богом и церковь и религии они тобой манипулируют а есть что есть твои личные ты умный да да вам придумал тебе смотрел а есть личные отношения с богом которые не абсолютно не относится ни к церквям ни к религиям ни к сектам вот поэтому я люди тебе не верят не верят да смотри вот бог бог в церкви конкретно живет и все ни 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 богохульства ну я тебе про другое хочу сказать ты их сказал что надо на рыночный надо смотреть на европу там они построили рыночные я живи что хорошая модель с точки зрения в рыночных финансовых отношений правильно я понимаю что надо быть продажным продавать себя я имею ввиду что продавать например беларусь у нас какая у нас есть плановая экономика правильно то есть сказали заводу выпустить 200 белазов например да он выпустит а вы тоже 150 даже если выпустит 150 окажется что 100 из этих глазов никому нафиг не нужны условно и поэтому сейчас есть такой момент что ну экономика должна быть рыночная между с точки зрения целесообразной у нас очень много производства в стране выпускает никому не нужны вещи и датируются за наши же налоги поэтому я считаю что производство должно действительно перейти на рыночную экономику и делать то что нужно то что реально востребовано и у нас единственная вижу хорошие такое классное пятно это эти сфера очень много действительно валишь насчет калия просто не в курсе насколько это я только я только знаю что скале очень много распиливается бюджета и идет не в неизвестные руки это вот я одно слышно как по-другому да поэтому как бы он не был прекрасен денег с этого мы не видим беларуси вот эти сферы это как раз таки тесто вот люди самостоятельные очень часто много частных фирм которые к сожалению сейчас вынуждены уезжать кто-то по экономическим причинам кто-то по политическим и мы теряем огромные деньги на эти сферы и польша с литвой очень сейчас хитрая немножечко поступают пытаясь предложить максимально льготные варианты переезда эти компаний то есть тут уже как дело каждого то есть можно и понять людей которые сбегают беларуси за за льготами в польшу литву то есть никто не имеет права их осудить другой стороны мы к сожалению теряем кадры поэтому я все-таки надеюсь что в беларуси и будет останется часть айтишников которые готовы трудиться работать пусть сейчас не на лучших условиях но я понимаю что отчасти люди которые выезжают они спасают нас в плане не пополняют бюджет налогами от эти сферы то есть если эти люди потом вернутся обратно в страну и будут работать уже в новой беларуси и я буду очень рад короче ты говоришь то что неинтересно нашим сельским жителям с вашей айти айти да яйца головы это не работа это не работа сидеть у компьютера и это самое ями ночами работа это пойти корову подавить сено накосить яму накопать лопату руки надо взять я тебе скажу как правильно так что приезжай к нам в октябрьский мы тебя научим как правильно работать айти айти команду на самое дружное не хотел бы попасть в эту команду и поработать что именно они делают а значит что не делать 518 голов крупного рогатого скота содержащихся на ферме обслуживать всего пять человек вместе с бригадиром здесь работает два животновода и два сторожа вот вот где работа настоящая не ваша айти наверно нет во всем хозяйстве такого дружного культива нет да мы друг его хорошо знаем надо заменим подержим поделимся на сама бригадир возглавляет ферму больше 16 лет отмечать что это именно благодаря слаженной команде нас столько лет здесь трудиться и начинала работу в сельском хозяйстве за складом когда вместе с семьей приходит горохович из лаворска сейчас найдем весь день мы весь день проходит в круговороте дел на месте мы не сидим начинаем всем всем 30 кормить животных меняем постилку пока животноводы разнесут корма последим корма последим первыми уже не первым а к разнесут корма последним первым уже нужно подкинуть пошевелить одновременно надо следить за всеми буренками у нас здесь и телят от 6 месяцев и тёлки и коровы постарше представь себе масштаб работы у компьютера сидеть ну дело в том что сейчас я думаю каждому по любви найдется своя работа если человеку по любви встать всем утра заниматься коровушками я только за если ему это нравится если с любовью это делает то это прекрасно если человеку с удовольствием создают какие-нибудь программы которые помог помог помогают животноводам потом автоматизировать какие-то процессы и мне приходится весь день стоять там у коровушки и и пасти то это уже прекрасно каждому современном мире найдется свое занятие фито и если ты чешник если ты занимаешься сельским хозяйством я сейчас скажу пройти у нас есть ферма такая сопей кого там поставили роботизированных этих дойеров так это про то что как почему ты говоришь глупости я сейчас найду это сопейка оборудование за 1 миллион евро проставила ферме на гомельщине нанесет огромный ущерб да а давай ознакомиться с оси немного раньше за 2013 год коровы даются тогда когда ему удобно даже ночью идея создания то есть супер современной фермы принадлежит бывшему председателю октябрьского района александру максименко который потом еще судили за то что он мясо тухлое на гомельщине где-то продавал вроде как так который внимательно изучал западный опыт роботизированных ферм мимо в молочном производстве короче они построили они взяли то западный опыт построили но кое что не достроили 1 миллион евро взяли специалистов нету наладчиков нету так она все и затухло о-о-о отличная говорит отличная перспектива для района где не хватает рабочих рук вот эти про что приезжай помогает не хватает рабочих рук но и роботы тоже не спасает в итоге оборудование за один миллион евро простаивала вот уже это выяснили какая новость за какой вот за 2019 проставила ферме на гомельщине нанесен огромный ущерб госконтроль проверили супер проверил супер современную ферму октябрьском районе гомельской области и оказалось что дорогостоящий оборудов почти не работала об очередном факте безхозяйственности и многотысячных ущербах рассказали в комитете госконтроля понимая что вот ты светлый ум ты предлагаешь светлые идеи но они в темном царстве не работают вот как сделать так чтобы работали ведь смотри я скажу что максименко читался и для него это стал толчком для карьерного роста а там горе все синим пламенем я уверен что если взять опыт например где-то западная то есть места где-то прекрасно работают и приносит свои дивиденды то есть действительно что беларуси нужна фундаментальная реформация то есть начиная от того что нужно сначала подготовить нужных сотрудников потому что у нас многие большие деньги а потом не пригождаются это уже давно известно а также было с огромными вложениями в агрохолдинге в беларуси в агрогородки многие из этих не окупились вложения это все понятно это тут суть в чем очень много претензий же к современному нашему нелегитимному правительству к их нему правительству в том что очень многие вещи якобы сделаны на бумаге на деле не имеют свои полезности очень многие деньги потрачены абаякова то есть нет у нас качественного экономиста в стране которому бы дали раб возможность работать и все делать с умом у нас делается по колхозным очень многое и это давно известный факт то есть но это не значит что сами по себе технологии плохие это значит что что у нас аппарат госуправления и в отдельности аппарат управления сельским хозяйством он крайне гнилой и несовременно если уж делать современный подход только всему они только показушные скажи а ты что-нибудь знаешь чтобы чиновники инициировали и сделали хорошо вот чтобы мы могли до сих пор ходить что у нас хорошо работает за последние сколько лет хочешь когда хочешь выбирай диапазон вот 2000 построили сейчас что-нибудь есть от того что построили ну что-нибудь знаешь вот ты же не можешь до приехать в какую-нибудь страну европы похвастаться чем-то вот нечем хвастаться кроме как дикататура бренд все больше нечем интересный вопрос что ты как что у нас автозаки наш бренд омоновцы вот это то о чем мир знает хорошо у нас есть определенные отдельные частные предприятия хорошую беларусь и в основном они созданы все-таки людьми ну а кем же еще первый ты чиновников и людей делишь конечно чиновники тоже люди это уже создают я не виду что обычные люди которые сделали что-то хорошее в основном они инициаторы чего-то хорошего я уверен если покопаться можно найти позитивные примеры и там и но я думаю что 90 процентов хорошего беларуса сделали обычные люди по своей инициативе вот пока такая зато это я считаю нас очень закалила и научила и дала понимать понимание что если мы что-то хотим сделать хорошие то только мы сами знакомься это наши и для этого нам не нужны и какие-то руководители правители диктаторы вот знакомься это наши руководители вот этот тот самый максименко который инициировал тогда эту за 1 миллион евро до потом был этот потом в этот этот потом было потом вот это стал кто тебе из них нравится чисто чисто внешне я все-таки больше по девушкам поэтому не могу сказать по внешним данным кто здесь наиболее кого это можно позвать любовь она может более профессионально оценить любовь этих мужчин любовь и детстве никто бы тебе внушал доверие в первую очередь из этих из этих из этих начальников райисполкома интересно скажи кто тебе нравится ну так но скидку всех нец очень несчастные очень несчастные зарплаты хорошее быть несчастным но они дня они скорее такие серьезные лица они прям вот все они похожи все похожи да на кого на несчастных людей а еще какое-то общее качество у них это характеристика прически похоже как северной кореи да короче да и вот и вот знаешь никто не навел порядок нашего районе как 1 миллион евро потратили все и это ферма стоит и загнивает и вот мы видим что возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью как думаешь найдут кого-то накажут за злоупотребление власти злоупотребление власти это крамола такая насколько я знаю что в беларуси у нас система исполнения наказания очень уникальная то есть очень гибкая очень гибкая да то есть нужно быть своим человеком и тогда тебя ни на что не накажут рудобельская показуха